Продолжение следует... Подрезал аккуратненько мяч. Андрей Козлов, к сожалению, пока вратаря у нас бьет, бьет. Саркисов, ну и Саталкин, конечно, головой оттуда, с угла вратарской, должны были забивать мячи. При этом, ну, с такой организованной командой, как Сокол, в принципе, мы имели только один опасный момент у своих ворот, который, конечно, запомнился. Этот вот штурм, несколько ударов подряд, когда блокировали игроки, лишний раз подчеркиваю, самоотдачу нашу. И вот удар головой после навеса в щит, конечно, который мог перечеркнуть все старания футболистов. Но думаю, что футбольный бог, наверное, абсолютно прав. Сегодня команды приблизительно равны были при территориальном преимуществе, при преимуществе по ударам. Остроты у нас чуть побольше было, но Сокол хорошая команда. В обороне вообще неплохо играет. Недаром несколько игр подряд уже на ноль. Я рад, что мы на ноль закончили сзади, но впереди, конечно, у нас как началась эта проблема с начала сезона, так и продолжается. Вот. Все мои ощущения. Вопросы, коллеги, пожалуйста, задавать вопросы по игре. Вы должны такую погоду в футбол играть, потому что и в передачах брак очень много было с обеих сторон, и две травмы защитных получить в первую часть. Не, я хотел поблагодарить работников стадиона, они все сделали. Сегодня поле приемлемое для игры в футбол. Хорошо, что не было снегопада, то есть можно играть в футбол. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы были еще альтернативные варианты. Мы к этому стремимся, и вот нам обещают, что все-таки будет у нас искусственное поле, после турнира гранатки нам дадут. Я думаю, что по весне, по поздней мы уже будем на нем работать. Другой вопрос, что качество футбола во многом зависит от арбитража. Я не хочу обсуждать сегодняшнего конкретно арбитра. Я в общем, опять же говорю, мне нечего бояться. Я думаю, уже в нашем чемпионате хватит бояться кого-то там и чего-то. Когда приезжают квалифицированные арбитры, там Тимур Арсланбеков приезжал, Егоров, да, то при переходе из обороны в атаку, если соперник начинает фолить, фолами останавливать атаку, они спокойно сажают на карточки. И люди дают играть, потому что боятся получить красную, и игра получается более содержательной. Когда приезжают малоквалифицированные или приезжают где-то, работают малоквалифицированные арбитры, то происходит вот то, что происходит в нескольких матчах. Когда соперник и мы тоже срываем атаки фолами в середине поля, теряется зрелищность футбола, успевают вернуться, провести атаку с организованным соперником, когда 10 человек село за линию, практически невозможно. Уменьшается количество быстрых атак, уменьшается количество острых моментов, уменьшается зрелищность матчей, уменьшается количество зрителей на трибуне. И виноваты здесь не только команды, а уровень арбитража и уровень людей, которые за это отвечают. Потому что стесняться еще раз нечего, я не говорю по конкретному футболу, мы не наиграли сегодня на победу, но очень многое зависит от того, кто обслуживает матч. Еще раз обслуживает, не ведет, потому что у людей возникает ощущение, что это они главные на поле. По-моему, немножко здесь поменялись приоритеты. При мне никогда такого не было, вот допустим Ломалья Ибрагимов для меня, Бутенко, там, оба брата. Чтобы арбитр остановил игру, когда идет в футбол и пошел делать какие-то замечания кому-то, там, тренеру, игрокам, еще кому-то. Или попросил остановить игру, выбить мяч, да в мою бытность на поле игроком, Любой игрок бы сказал, я скорее там глаз выбью, наверное, кому-нибудь, чем выбью мяч просто так, вау. У нас же люди позволяют себе это. Наверное, нужно всем нам в перерыв проанализировать и улучшить свою работу. Всем-всем футболистам, особенно в линии атаки, нашим тренерам для организации действий, ну и арбитражу тоже. Есть вопросы еще? Последняя домашняя игра уже в этой части сезона, следующая крест-конференция будет только уже в следующем году. Можете привести какой-то итог уже во первой части турнира? Я разделил бы ее на два этапа. Это первые три месяца. Нам ставилась определенная задача, к 20 сентября мы ее выполнили. И, к сожалению, потом пошел провал. Еще раз, пробиконом таким был Спартак. И, к сожалению, мы последствия еще чувствуем сейчас. Сейчас, когда вот идет снова. Команда третью игру не проигрывает, но я думаю, что мы, думаю, уверен, и что мы будем играть в более содержательный футбол и другие задачи решать. Потому что, ну, не красит то место, которое мы занимаем. Хотя мы проиграли только две игры лидеру чемпионата «Газовику» в домашних играх, если брать. И «Волгарю» на 90-й минуте со штрафного, который можно было давать, можно было не давать. Это в качестве такого реверанса перед болельщиками, извинения. И мы планируем продолжить более удачно играть именно в домашние игры. Конечно, нужно исправить ситуацию катастрофическую с выездными играми. Для этого будем работать. Как раз большая пауза. И у нас есть психолог приглашенный. Потому что нужно изменить психологию того, как мы играем дома и как мы играем на выезде. Обязательно нужно изменить это. Есть какое-то понимание, в каком составе «Волга» войдет второй часть? С кем расстанетесь, кого приобретете? У нас закрытое трансферное окно. И я не думаю, что мы с кем-то, если только вынуждены, мы расстанемся с кем-то. А так я хотел бы продолжить работу с теми футболистами, которые у нас есть, со всеми. Продолжение следует...